Такое количество медиков сотрудники предприятия Брестского райпу в своих стенах ещё не видели. Впервые их площадка на несколько часов превратилась в своеобразное медицинское учреждение. Всему виной проведение акции по реализации профилактических проектов «Здоровое сердце» – залог успеха и предотврати болезнь, выбери жизнь. Руководство и работники за возможность проверить здоровье благодарны. Акция важна и полезна, и нужна. Я, как наниматель, заинтересован в здоровье всех своих людей и в обследовании всех своих людей. Чем меньше они будут болеть, оставаться на больничных, тем выше наша будет производительность труда. Сделать электрокардиограмму, измерить артериальное давление, определить уровень холестерина и глюкозы, узнать индекс массы тела и получить консультации врачей узкой специализации. Всё в буквальном смысле было в шаговой доступности. А это отличный шанс пройти необходимые исследования. Если говорить об эффекте этих мероприятий, то практически у каждого четвёртого, если так более чётко сказать, 24% у обследованных на этих акциях выявляется та или иная патология сердечно-сосудистой системы. Это или повышенное давление, или нарушение ритма. Бывает истинно гордие. Поэтому эффект от этих мероприятий, несомненно, есть. При выявлении заболеваний по результатам анализа врачи-специалисты направляли работников на внеочередное дообследование или назначали лечение. Инициаторы проекта отмечают, каждый человек не просто должен, он обязан быть заинтересованным не только в сохранении здоровья, но и его укреплением. Но чаще получается так, что этому вопросу уделяют внимание лишь медицинские работники. Сегодня актуальной проблемой современного населения являются болезни системы кровообращения. Именно они занимают ведущее место в заболеваемости и смертности, а также являются главной причиной инвалидности. Проведя исследование Всемирной организации здравоохранения в Беларуси «СТЭПС», мы увидели, что очень большой удельный вес факторов риска развития этих заболеваний среди населения в целом Беларуси и Брестской области в частности. То есть порядка 50% людей обоего пола злоупотребляют алкоголем, порядка 40% людей курят и другие факторы риска, которые способствуют развитию болезни системы кровообращения, таких как гиподинамия, ожирение, повышенный индекс массы тела. Их великое множество этих факторов, они присущи нашему населению. Помните, болезнь можно предотвратить, а выявленную на ранних стадиях излечить. Все в ваших руках.